Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня переводчик англоамериканской литературы Виктор Голышев. Виктор Петрович, здравствуйте. Да, Виктор Петрович, слышите ли вы нас? Телефон на прямого эфира, напомню, в нашей студии. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте вопросы. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Виктор Петрович, слышите ли вы нас сейчас? Да, я вас слышу. Вот, и мы слышим вас теперь. Да, напомню, что переводчик англоамериканской литературы Виктор Голышев с нами сегодня на прямой связи. И вот одно из литературных произведений, которое вы перевели, это «Мост святого короля Людвига». Где после обрушения моста и гибели пяти человек на этом мосту, монах Юнипер, он задается вопросом, почему именно так, почему именно этих пятерых выбрал Бог? Вот этот вопрос, наверное, справедливости. На ваш взгляд, можно ли найти какие-то причины, или есть все-таки вопросы, на которые мы так и не узнаем ответы и не должны знать ответы? Я думаю, что не должны знать. Раз это Бог устроил, зачем он? Мозгов не хватит для этого. То есть должно остаться тайной? А там так книжка и кончается, возможно, случайность, да? Но Юнипер, он так и не находит ответа на эти вопросы. Я думаю, что просто человек, если там про это говорить, то что там человеческого интеллекта недостаточно для того, чтобы предназначение понять, чего бы то ни было. А с другой стороны, ведь не пытаемся ли мы иногда упростить ситуацию, когда мы не знаем ответа, мы, может быть, бессознательно говорим о том, что мы просто не способны это понять? Может быть, все гораздо проще в жизни бывает, как вы считаете? Нет, я думаю, что проще не бывает. Мы не можем понять Вселенную. Это большие дела, мы не можем охватить ее размеры и все. Можно только об этом говорить, о сигналах, которые приходят. Но мы даже в мелочах иногда очень часто не понимаем, что происходит с нами. Ну, не мы, а я говорю о себе. Ты не знаешь, что тобой движут, когда ты что-то или иное поступок делаешь. Ну, а вы задумались когда-то об этом? Почему кто-то спасается, например, а кто-то погибает? Если мы возьмем, наверное, самую такую частую историю с опозданием на самолет, который потом разбивается. То есть человек, который не успел, сначала разочарован, а после он понимает, что он счастливчик. Нет, я думаю, что я об этом никогда не задумывался. Просто есть простая вещь. Есть такое понятие случайных процессов или стахастических процессов. Они происходят как-то. И какие-то там и в мире что-то там происходит. Ну, и там какая-то закономерность есть, просто нам неизвестны. И тогда мы пользуемся теорией вероятности. На самом деле, я думаю, если ты бросаешь монету и хорошо рассчитает, как большой палец действует, и какое ускорение ты понял, реально можно было бы понять, чем она упадет, орлом или решкой. Но на самом деле все очень мелких параметров и очень многих мы не знаем или не можем вычислить. И тогда мы прибегаем к вероятности просто. То есть это не разговор о справедливости и несправедливости жизни? Нет, это к справедливости и несправедливости. Это вообще не имеет отношения к неживой природе. Я думаю, что тогда ты можешь просто говорить, что примерно там вероятность одна-вторая. Что-то попадет орлом кверху или решкой кверху. На самом деле, я думаю, эта вещь детерминирована. Надо очень точно знать импульс, который ты монете придал, и какая высота, с которой она падает. Но это все мы очень многих параметров никогда не знаем. И в жизни так же, в обычной. Это из физики разговора, да? Или из механики, вернее. Но мы также очень многих параметров не знаем в окружающей жизни, поэтому не можем предсказать очень много. Многое можно предсказать. Вот сейчас научились погоду уже за две недели предсказывать более-менее. А раньше три дня это был предел. Они стали очень многие параметры, ну, как бы, или составляющие понимать, да, или вычислять. И дальше машины, наверное, уже теперь с машинами легче, чем раньше, когда просто люди сидели. И больше, чем на три дня не могли ничего предсказать. И я думаю, так же в социальной жизни происходит тоже. Литература в этом смысле, она предсказывает какие-то события? Потому что вот вы переводили «Пролетая над гнездом кукушки», и там одна из ключевых фраз – это «я хотя бы попробовал», то есть попытка человека влиять на ситуацию. Вот на ваш взгляд, все-таки, литература в этом… Попробовал освободиться, да. Ну, я не знаю, нет, я как-то переведенные книжки не прилагаю к этой проблеме, да, никак. Ну, я нескладно выражаюсь. Не, ну, ты примерно там, идея такая, что ты узнаешь примерно то, о чем ты сам думал, да. Но не то, что ты научаешься. Ну, это как бы, ну, что, притча, не притча, я не знаю, это гнездо кукушки, да, сумасшедший дом. Ну, то есть человек… Или я не понял вашего вопроса. Ну, то есть человек все-таки способен изменить свою судьбу, или все-таки судьба – это цепочка неких случайностей, и такая фаталистический, может быть, подход? Не, ну, конечно, он способен изменить свою судьбу, да. Ты там идёшь учиться куда-то или не идёшь учиться, идёшь работать. Нет, конечно, ты сам своей судьбой управляешь. Не всегда ты знаешь последствия – это другой вопрос. Но я думаю, что решение каждый раз ты принимаешь, думая о последствиях, наверное. Я обычно не думаю о последствиях. Я просто делаю, что хочется, да. Но там интуиция начинает работать, не всё рассчитывать. А результат может быть не такой, на который ты рассчитывал. Литература, она может проложить путь для человека? То есть читая книги и изучая жизни тех героев, которые, скажем, есть в конкретных книгах, можно ли говорить о том, что это такая дорожная карта для человека, или всё-таки нет? Нет, я думаю, что это не дорожная карта. Просто у тебя, ты когда мозги пустые совершенно, там, когда при рождении, да, хотя так уже тоже не думают, наверное, там довольно много заложено в генах. Но, в принципе, это какой-то способ познания мира, в котором ты будешь дальше действовать или двигаться, да. И не думаю, что она тебе пример может показать, там, это нам говорили, что вот там, как закалялась сталь, она всем пример покажет. Она не покажет всем пример, потому что там и инвалидность была, и всё на свете, да, там, кроме того, что он герой. Ну, вот. Нет, я не думаю, что это учитель жизни карта. Просто она тебе даёт много довольно сведений, среди которых ты потом будешь ориентироваться. Сведений о мире, да. И о себе тоже, кстати. Говоря о замыслах в литературе, насколько они, на ваш взгляд, в полной мере могут быть открыты переводчику, в отличие от читателя? И, может быть, вам приходилось находить что-то особенное, то, что не видно читателю, вам как переводчику? Нет, не приходилось, потому что я тоже читатель, просто гораздо более медленный. Вы книжку прочтете за неделю, а я буду с ней два года сидеть. Но я тоже читатель, и чуть не больше, чем вы. Ну, может, там, какие-то детали, подробности, ты относишься к ним более внимательно, потому что ты должен это переписать, да. А, в принципе, я не думаю, что мне открывается больше во время этой книжки, чем открывается внимательному читателю. Насколько помогает переводить то, что нравится? Это как-то подстёгивает? Или вы, в принципе, не берёте за те книги, которые вам неинтересны, которые не касаются вас, может быть? Раньше так было, я переводил только то, что хотел, но после, там, 90-го года этого стало невозможно, потому что издательство и планы. Раньше можно было навязать книжку, если большая, может быть, иногда удавалось в начале или там в середине договориться. А если что-то небольшое, то просто ходишь и торгуешь ей, да. Кто-то берёт, кто-то не берёт. Вернее, так, сперва. Один не берёт, другой не берёт, третий возьмёт, может быть. И сейчас это, к сожалению, у меня, по крайней мере, это не получается. Ну, я недостаточно слежу за широкой литературой, и, может быть, поэтому. Но, в принципе, у них свои планы, у них куплены книги, и они должны платить автору. А раньше никто ничего не должен был. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира. Звоните, задавайте свой вопрос. Пишите в WhatsApp 2306191. Если вспомнить ещё один роман, который вы перевели, 1984, Джордж Орелл. «Свобода – это рабство» – известный слоган из этой антиутопии. Что для вас сегодня значит быть свободным человеком? Что такое свобода, в вашем понимании? Я не считаю себя свободным человеком. Ты связан тысячи нитей со всем. Я не знаю, что такое свободный человек. У тебя есть родня, у тебя есть обязанности, у тебя есть работа. Какая это свобода? В этом смысле свободы у человека нет, потому что он живёт в обществе. Я думаю, что если бы ты один жил в лесу, то у тебя тоже свободы не было. Тебе надо было что-нибудь поесть, а для этого кого-нибудь убить или сорвать какую-нибудь шишку или орех. Я не такой полностью, что такое свобода, я не знаю. Свобода может быть только в Бровновском движении. И то они всё время сталкиваются друг с другом. А в обществе никакой свободы быть не может. Но это такой демагогический ответ. А на самом деле есть общество, которое больше тебя стесняет и которое меньше тебя стесняет. Вот в «Сумасшедший дом», в котором вы говорили про кукушки на гнездо, там довольно сильное стеснение происходит. А есть ситуации, когда люди гораздо более свободны. Но полную свободу быть не может, по-моему. Вот известный мультипликатор Юрий Нортштейн, он говорил о том, что свобода – это знание. На ваш взгляд, знания как раз, которые, по мнению Нортштейна, дают свободу, они защищают того, кто этими знаниями обладает? Или наоборот, они создают дополнительную зону уязвимости, может быть, человека? Это очень трудно. Я над этим вопросом не думал. Я думаю, что, конечно, знание защищает, но оно никогда не даёт гарантии правильного решения. Может быть, повышается вероятность из того, что ты поступишь правильно. Но от того, что я читал «Войну и мир» или ещё чего-нибудь, я не знаю, или «Родина», «Достоевскую», я не думаю, что я очень много для своей жизни выстрою из этого дела. Но какие-то критерии, наверное, появляются там. То есть в этом смысле литература переоценена? Вот опять же классическая литература о том, когда нам говорят в школе о том, что если не прочитаешь Толстого, Достоевского будешь необразованным человеком, и жизнь может пойти другим путем. Как вы считаете? Ну, тут я думаю, что есть две стороны. Чтобы быть, когда ты их простёшь и стал образованным человеком, у тебя, может быть, возможность устроиться на другую работу, а не взламывать асфальт, скажем. Но как руководство в жизни, я думаю, так, ты в каждом находишь, что тебе как бы пригодится. В Достоевском я очень мало этого нахожу. Совсем даже не нахожу. А в Толстом нахожу. Это как бы ты ищешь, что тебе надо, или что тебе подходит. Просто я когда-то читал довольно Достоевскую одну книжку, другую, третью, четвёртую, а потом ты начинаешь сильно быть большим психологом, а когда тебе человек говорит простую вещь, ты начинаешь искать там. Это так со мной было, это ни с кем. Начинаешь искать, что он имел в виду, или что под этим кроется там, да. Чего я терпеть не могу, на самом деле. То есть в данном случае Достоевский усложняет? Он усложняет жизнь, безусловно, да. Не жизнь, а отношения с людьми. Для меня, да. Действуют, книжки действуют очень сильно, да. Там такой есть эпилептоидный напор, что они на тебя действительно сильно действуют. Но мне их действие не нравилось, да. Я люблю попроще когда все. Ну вот о действии, если говорить о послевкусии, опять же, если Достоевского, которого вы упомянули, взять, братьев Карамазовых, как правило, люди говорят о том, что прочитав эту книгу, да и я могу сказать, что ты понимаешь эту отвратительность человека, которую показывает Фёдор Михайлович, но в то же время и чувство величия человеческого? Как это можно объяснить? Это ощущение после. Величия не видел никакого. Вам это не открылось? Нет, нет, нет. Нет, там есть сентиментальность и такое желание, что-то хорошее, чтобы вместо этих изломанных делов было, да. Но величия не открылась никакого. Мне кажется, что это там скорее желаемое за действительное принимается. Вот это игра со смыслами, когда в классической литературе... Трогательный, да, простите. Игра со смыслами, когда в классической литературе человек сам находит то, что он хочет найти, то, о чём вы говорили всё-таки. Вот это является неким критерием в великой книге, когда она открывает то, что ты сам хочешь найти в ней? Как вы считаете? Вот это такая манёвра. Ну, наверное, да. Но для разных это разные книжки великие, да, там. Ну, для кого-то там Достоевский будет великий, для меня не будет великий, да. Кто-то вот тут... Я прочтёл в журнале и сказал, что там Евгеньев, Паршивый писатель. Я помню, нет совсем. То есть это субъективно? Сказал белый человек, это не то, что сказал какой-то дикарь, да, и сказал, какая-то женщина, у которой большой бизнес. Она говорит, что он Дриндой писатель. Мне так не кажется. Мне кажется, что там записки, хоть и одна из лучших русских книг вообще. Я не про романы говорю. Ну, конечно, ты ищешь то, что тебе надо. В книжках, конечно, ищешь то, что тебе надо. То есть можно и сказать... Подходит, да. Есть то, что тебе категорически не подходит. Вот, я не знаю, или по складу ума там писатель, или из-за стиля, или из-за внимания к подробностям, которые тебя не волнуют, да. Вот это... Иногда бывают такие сложности с женским романом. Там столько подробностей, которые... Там мужчин просто не интересуются этим. Или не мужчина, а я про себя говорю, да. Конечно, человек что-то ищет в книжках. То, что ему подходит, так или иначе. И есть книжки, которые очень сильно действуют. Это, я помню, очень хорошо. Я помню, там, как я просто заболевал после Гамсона, да, там, какого-то романа. Нормальной простудой, да. То же самое с Достоевским, кстати, который действует очень сильно. Он там раскачивает у тебя то, что ты более-менее устоялся. Ну, как хороший студень, да. А он тебя так раскачивает, что ты из себя выходишь. Это я тоже, я помню, что меня действует чисто физически действует. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся и продолжим. Виктор Голышев с нами на прямой связи, переводчик англо-американской литературы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами Виктор Голышев. Здравствуйте, Виктор Петрович. Здравствуйте, еще раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, и у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Добрый день. Александр. Да, Александр, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я замечаю, что постоянно цитируют Джорджа Оруэлла. Ну, как бы, если почитать его биографию, совершенно очевидно, что это сотрудник спецслужб. И немцы использовали его тексты для пропагандистских целей. Например, «Скотный двор» взять. Как раз писал он эту повесть. В 1943-1944 году. И я замечаю, что вот постоянно на радио Болтком и на других радио, но постоянно цитируют. Да, какой у вас вопрос? Да, Александр, вопрос, пожалуйста, задавайте. Как вы к этому относитесь? К повестям Оруэлла и вот к цитированию в современных условиях. Спасибо. Да, спасибо вам. Кто цитирует это его дело, я за это не отвечаю. Я только перевел 1984 год и многие его статьи. Насчет того, что это какой-то агент в кого-то был, это, по-моему, совершенно вымысел. Да, у нас паранойя сильно развита очень. В конце жизни он, да, написал какую-то памятную записку, куда ее хотел подать, я не знаю, там для ненадежных, о ненадежных людях, среди которых там был Чаплин и кто-то другие, те, которые склонялись в сторону, ну, в красном, в красном, да, он достаточно... Какой он был агент спецслужб, когда он пошел в Испанию воевать и был ранен и еле уцелел там, когда начались чистки, он вовремя успел удрать оттуда. Нет, это все какие-то наши вымыслы, не наши, а здешние вымыслы. Никаким агентом он не был никогда. Ну, достаточно читать его просто статьи хотя бы, если ты... Эрик Блэйр, когда он их подписывал под своим настоящим именем? Вот эссе, которое он писал, как Эрик Блэйр. А, нет, он тоже, по-моему, потому он очень много писал под именем Морвелла, да, и книжки выходили здесь, его статьи в разных видах, большие, им поменьше. Да нет, совершенно, такой, по-моему, большой идеалист был, какой-то там агент, отчетно. 1984. Действительно, ведь в этом романе многие находят аналогии с политической действительностью. Вот для вас эта книга, когда вы ее переводили, какое она на вас произвела впечатление и произвела ли? Ну, она такая произвела впечатление, что после того, как я ее перевел, я там раз в семь болел простудой в течение года следующего. Это большая зараза, очень, она как-то так действует. Очень много похожего, да, он знал, о чем говорит, он был на испанской войне, да, и чистки видел там, и, конечно, про них читал, и про все эти дела. Я не думаю, что он писал модель нашего общества, да, или там модель немецкого общества, но идею тоталитарного строя там как-то у него очень хорошо, он физически через это прошел, когда он был на испанской войне и сидел в окопах, да, он про эти дела знал. Никаким он агентом ничем никогда не был, по-моему. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, смутно ответил, да, я думаю, что агентом он ничем никогда не был с коммунистической этой, как бы, идеей, он же всегда там пытался быть на дне и знать, как живут плохо люди, да, но при этом он не был коммунистом. Вот такая история странная. Да, звонок у нас. Как вас зовут? Здравствуйте. Да, да, добрый день. Алина. Да, Алина. У меня вопрос к вашему уважаемому гостю. Если вы переводчик американской литературы, то вы, наверное, в курсе и сегодняшнего состояния американской литературы. А какие авторы интересны сейчас, на ваш взгляд? Еще маленькая фразочка, да, это на другую тему. Я не хочу быть критикантствовать, ни в коем случае, но, по-моему, того короля звали Людовик, а не Людвиг. Правда, я давно читала. Спасибо, до свидания. Да, Людовик, мы исправили в эфире. Ну да, его звали Людовик, я не помню номера. По-моему, девятый, святой он, Людовик святой назывался. Что касается нынешней американской литературы, то я очень плохо ее знаю. Я знаю каких-то людей я читаю. Последняя, по-моему, книжка, которую я читал, это Стоунера. Но она переведенная. Читаешь, когда тебе что-то предлагают. Но когда переводишь, то читать особо неохота. Ты уже к вечеру чем-нибудь другим занимаешься. Поэтому я не очень хорошо знаю. Я там знаю более-менее знаменитых писателей. Какие-то вроде Дональда Лилла. Или «Бесконечную шутку» Эргера Фостера Уоллса. Дэвида Фостера Уоллса. Но это не значит, что я ее читал, потому что там, наверное, тысяча-полтора страниц. Ну, я там Кормакова, Маккарти знаю. Но за самый новый я не следил и не переводил. Есть ли непереводимые произведения, Виктор Петрович, которые нельзя перевести, например, с русского на... Да нет, по-моему, нету такого. Просто вопрос, сколько останется. От автора? Ну да, сколько от книжки останется. Если она очень сильно привязана к их быту или к их сказаниям и так далее, то просто можно взять «Алису стране чудес». Что-то там все-таки остается. Хотя, ну... Для безумного чаепития надо что-то знать сильно про Англию до этого. Вопрос в том, сколько остается. Есть книжки, которые почти все переводятся. Есть книжки, которые надо, наверное, длинные комментарии писать, но это уже другое дело. Это не чтение, это изучение. Мне кажется, что нет таких книж, которые нельзя перевести. Я знаю, что я ничего... Чего я не могу перевести. Поминки по Фенигану. Я просто не понимаю, что там напишено. Не понимаю, придумано это слово, или он кельтское вытащил, или какой-то англосаксонский, или еще откуда-то. Но я пробовал читать, и я это не понимаю. Для меня это невозможно. Кто-то, наверное, может перевести. Вы в одном из интервью говорили о том, что Платонов, тот автор, которого едва ли может понять в переводе англоязычная аудитория. Нет. По-моему, так. Содержание понять может, да. Всех тонкостей понять не может. Всех деталей, советских, скажем, да, он не может понять. Нет, есть там какая-то река по Тудане, там нечего понимать, там все нормально переводится. И переводится, ну, поскольку я читал его там по-английски, кое-что его читал, да, там нормально река по Тудане переводится. Там, где много примет такого, общественных, советских, допустим, да, они не все, они не могут дойти все, потому что, ну, контексты люди не знают, да, здешнего. И кое-что пропадет. Ну, скажем, от котлова, но ужас останется, очень много деталей, наверное, будут чужими для них. Но все равно перевести можно, все перевести можно, но важно, какой процент ты переведешь. Плохо, если все, 40 процентов от книжки останется. Но если говорить о смыслах у Блоконова, да. Да, о смыслах. Если говорить о смыслах, например, повесть Джан, если вынести за скобки, опять же, эту тему советов, то это ведь христианская повесть, можно так сказать, как вы считаете? Ну, наверное, я думаю, я не знаю, какой он был верующий, не верующий, наверное, да. Ну, все были менее христиане, и уже давно, потому что ничего другого мы пока не проходили. Ну, поскольку мы не мусульмане, да, так или иначе, все равно с Библией все начинается. У всех, у всех, у всех, кого ты читал, не ты, не обязательно у тебя началось с Библией, но так или иначе, это все лежит, и мы никуда от этого деться не можем, от христианства своего. Верующий ты, неверующий, это не важно, да. Все равно ты на этой, ну, как бы, не религии, а на этом просто как бы объеме нравственности и представления о мире. А ты на нем живешь, то, что ты до этого читал, там, христиан был. Звонок еще у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Лариса. Вот есть иногда переводчики, которые делают подстрочный перевод. Вот я знаю, что это было в Советском Союзе, в нашей республике все. А потом уже другой переводчик делает авторизованный перевод. А как у вас это? Вы все сами делаете или тоже прибегаете к ей для помощи? Спасибо. Спасибо. Ну, да, я думаю, что там народов СССР очень много переводились в подстрочников. И, кстати, поэзию тоже переводили в подстрочников. Скажем, Юрий Казаков там в конце жизни занимался, он, по-моему, что-то казахское переводил. Нет, здесь у нас это не принято как-то, но обычно язык знают люди. И там, ну, по крайней мере, западные языки, да. И я не слышал, чтобы кто-то переводил с подстрочника китайские книжки или индийские книжки. Нет, в этом, дело в том, что там иногда очень многие занимались переводом национальных литератур просто для заработка, не только по любви, да. Но сегодня ты переводишь, я не знаю, дагестанца какого-то, там аварца, скажем, да, завтра казахов. Всех языков знать не надо, а не надо, невозможно. да. Ну, или, по крайней мере, эти, у нас очень занимались и поэты большим переводом, в большой степени переводом и национальных литератур, да. Ну, и прозаики тоже этим занимались. И там, когда Зоченко переводил с финского Ласилу, я думаю, что он финского мог и не знать. Ну, я не знаю точно про это, но нигде я не читал, чтобы он знал финский язык. как вы относитесь, когда из перевода возникают отдельные произведения, ну, можно вспомнить Волкова и волшебника изумрудного города, потому что он как раз учил английский язык, практиковался, прочитал Баума и потом создал уже отдельное произведение. Вот как относитесь к таким вариантам? А это я не знаю многих таких вариантов. Я ваш книг изумрудного города замечательная книжка, я никогда не знал там ни про такого, я не знаю, Баума это мужчина, наверное, был, да, и про Баума ничего не слышал, для меня его не существует просто, я только читал по-русски. И, по-моему, замечательно. Ну, вот в современном мире книга, на ваш взгляд, имеет сейчас какое-то такое общественно важное значение, и может ли она что-то изменить? Или, опять же, в том потоке информации, в котором мы живем, значение книги теряется? Как вы думаете? Ну, я думаю, она сильно уменьшилась, да, по сравнению с годами советской власти, когда это была такая единственная нормальная отдушина, да, в другое, как бы, сознание. Сейчас, я думаю, уже гораздо более подвижные у людей мозги, и они быстро воспринимают информацию, и очень много, да, ну, я имею в виду компьютер, можно застрять, там, включить и застрять на три часа, вместо того, чтобы думать что-то, да, я думаю, что книжка меньшее значение стала иметь, чем раньше. Ну, у нас очень ограниченный был впуск чужих мыслей в СССР, да, очень сильная цензура была, да, очень просеянная подача новостей мировых, да, и там, известия оттуда. Сейчас, конечно, гораздо больше свободы, я думаю, что... А книжка очень много заменяла, ну, просто хотя бы по времени, да, в смысле умственной деятельности. Очень много чего заменяла, там, ну, кино было ограниченное такое же, да. Сейчас, по-моему, у нее не такое большое значение. А метафора сегодня, на ваш взгляд, насколько важна роль метафора? Потому что, опять же, можно вспомнить Селлинджера и «Над пропастью Варживы» тоже переводили эту книгу, там же очень много метафоров. Нет, я не переводил «Над пропастью Варживы», нет. Ее переводила Риттер Райт, а потом... «Лучший день банановой рыбы» Селлинджера вы перевели. А, «Банановую рыбу» мы переводили, да, с Эриком Напильбомом. Мы в одном институте учились. Ну, кстати, очень много трактовок «Лучший день банановой рыбы». Когда вы переводили это произведение, вы для себя как поняли суть? Ведь каждый по-разному ее воспринимает. А я суть не понимаю, ничего, я только перевожу, что написано. А там написано, что он застрелился. Видимо, это была послевоенная травма, можно так представить себе. Селлинджер был на войне, был на настоящей войне в Европе, да. Он про эти дела, наверное, кое-что знал. И там биографию показывают, довольно тяжелые истории, да, он ушел ото всех. И как бы, ничего не знаем, что он после этого писал. Хотя я думаю, что он и не должен был ничего написать, но он чуть писал, как будто бы. Нет, а что там понимать, да? Там все понятно, по-моему. я думаю, что у него послевоенный шок у этого человека. Там же сказано, какой пистолет. По-моему, пистолет, я его нигде не нашел, но он, видимо, трофейный. но все же, талантливый автор, он нечто больше, чем то произведение, которое он написал? Если мы говорим об интерпретации каждого человека, по-моему, а как мы узнаем про автора, если мы только знаем его произведение? Но его произведение, это уже что-то большее, чем просто его талант. Не надо читать Жезеллу и читать про его биографию. Да нет, я думаю, что можно как бы ограничиться тем, что он написал. Что он кушал или там ловил ли рыбу или как он еще выпивал или не выпивал, это уже, по-моему, дело что такое. Ну, надо прагматически к литературе относиться, мне кажется. Человеку сможет любознательности по этому охоту. Истина нравится писать и охоту про него тоже читать. Но я думаю, что все, что нужно, что он хотел сказать, он сказал. Не обязательно, что он себя полностью вывел. Это может быть вполне как бы персона, то есть лицо, которое он выбрал вместо себя. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, пожалуйста, я еще на секундочку. Алина, два замечания по поводу Селлинджера. Во-первых, откуда это взялось хороший день рыбки-бананки. Вот у меня в руках в переводе Райд Ковалевой и всю жизнь я думала хорошо ловится рыбка-бананка. Это первое. А второе, к вашему уважаемому гостю. Не кажется ли вам, что вот судьба этого молодого человека, который застрелился, не помню по книжке, как его имя, но он повторяет судьбу старшего сына. Я сейчас читаю о семействе Глазов Симор. Вот у него очень похожая судьба. Спасибо, до свидания. Спасибо. Я думаю, что это тот же Глаз и есть, только он Симор, да? А почему тракт его? Ну, мы перевели, его еще не переводили, когда просто этот рассказ год нельзя было напечатать. У нас очень новых писателей не любили, неизвестных, да? Их надо было не то, что проталкивать, дожидаться, пока кто-то благоволит их напечатать. Всех боялись. Ну, про Хемингоя уже знали в это время, там, и... А про этих неизвестно, что от них ждать и что будет. Каждый раз с новым писателем были сложности, если переводишь. Мы его перевели, когда его еще не переводил никто. Он не Эрик. дал эту книжку «Девять рассказов». Но ее тоже год не печатали, этот рассказ. А потом вышло уже раньше «Лучший день», ну, как этот «Над пропастью воржи», да? Хорошее название. А «Хорошо ловится рыбка бананка» я не знаю. там называется рассказ «Лучший день банановой рыбы», да? Ну, она обжирается и умирает, да? Я не знаю, это его притча какая-то и что она означает, но там так написано, да, что, может, он объелся жизнью, я не знаю. еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Я не ответил к вам вопрос толком, да? Нет, Виктор Петрович, ответили. Да, у нас звонок радиослушный на линии, да, как вас зовут? Александр, маленький вопрос, можно? Скажите, пожалуйста, вот сейчас модная аудиопрослушка, вот как вы относитесь к этому делу, так сказать, лучше читать или аудиослушать записи? Спасибо. Да я никак не отношусь, я не слушаю. Я думаю, что это очень хорошо, потому что сейчас уже, если бы с более ранним возрастом, я знаю точно, что я читал бы быстрее, читает актер, ну, вроде считалось так, что диктор две страницы машинки читает, то есть страницу читает за две минуты, да, наверное, я раньше быстрее читал, мне это невыгодно было, а сейчас я не слушаю, потому что окраску приносит читающий какой-то, которая мне не нужна совершенно, я вообще этим не пользуюсь, я думаю, что это дело вкуса, кому удобнее слушать, ну, как бы примерно я знаю тон, да, или акценты, или даже иногда фонетику, когда читает артист, я представляю себя по-другому, да, и потом, ну, когда ты всю жизнь что-то переводишь, что-то привык читать глазами, а не ушами, да, ушами я слышу сам, что там происходит, мне не нужен чужой голос для этого, а других людей, я думаю, это вполне должно устраивать, особенно сейчас, но если ты не очень внимателен, ты можешь заниматься там, жарить картошку в это время и слушать книгу одно-друге, это разные занятия, по-моему, это очень удобно стало. Но интонации важны для восприятия. Когда-то в детстве, когда-то в детстве, там, когда у нас еще были эти репродукторы, а не приемники, можно было, я слышал, там в стране дремучих трав было замечательно, да, но когда ты маленький, и, ну, хорошо, там ты эту книжку не читал, ты ее еще не слышишь в себе, а есть люди, которым это очень доволен, безразлично, но, по-моему, читают очень хорошо в большинстве то, что я слышал, но я слышал другой голос, да, в это время. Мне не надо, а кому-то вполне можно, и тем более, это удобно, кто-то на машине едет слушать в это время. Разные мозги, разные участки мозга этим заняты, ты можешь вполне хорошо это воспринимать, хотя ты должен рулить. Ну, я не умею этого делать, но, если я так представляю, что можно рулить, и в то время что-то понимать, что тебе говорят, как мы разговариваем, да, на ходу или как угодно, так же с книжкой. Я думаю, что это хорошее дело с остальными, потому что у некоторых сложности просто чтением людей. Работа переводчика, вот нет ли такой психологической проблемы, что когда всю жизнь вы переводите других авторов, что вот именно сам переводчик и его личность растворяются в них, вот как вы с этим живёте и взаимодействуете? Ну, насчёт своей личности я совершенно не беспокоюсь, её не так много, чтобы ей растворяться, а что касается перевода, это вопрос действительно серьёзный, когда ты переводишь сильную книжку, ну, не техническую там какую-то, техническую не в смысле инженерной, да, а просто, ну, когда это вопрос техники, ну, когда это полухалтура, да, это на тебя не действует. Если ты переводишь серьёзную книжку, она на тебя начинает действовать очень сильно, да, но, слава богу, это действие потом кончается, но пока ты в ней, да, она на мозге действует, и и как-то ты не то, что подражаешь, но ты начинаешь в эту же сторону думать, в которую, да, может быть, до этого ты никогда не думал, и потом не будешь думать, да, ну, в общем, в книжку действительно, ну, грубо говоря, вживаешься, ты, ну, представь себе, вы с кем-то общаетесь, да, а тут ты общаешься там в течение года с одним и тем же человеком, который тебе ещё вправляет мозги, конечно, это не может не повлиять, но это не значит, там, остаётся от этого осадок не очень большой, да, в смысле мозгов, но что-то остаётся, да, но это, пока ты переводишь, ты сильно под этим лень, потом оно пропадает, это если, там, ну, такая, ремесленные дела происходят, да, я про эту сторону говорю, конечно, когда ты переводишь, там, мозг ледовик святого, то очень сильно в эту сторону тоже начинаешь думать, но потом это проходит, какой-то след остаётся, но это не значит, что от тебя ничего не остаётся, ты переводил сто разных людей, во-первых, ты не переводишь, кого попало, а того, кто тебе подходит, да, есть люди, которых я бы не стал переводить, да, вот, или просто не стал, да, так что тут уже отбор сам есть по себе, то есть ты себя сохраняешь, да, нет, в этом проблем никакой нет, долговременной проблемы нет, нет, есть долговременная проблема, что ты привык переводить чужое, тебе очень трудно после этого взять и написать что-то своё, да, если ты всю жизнь только учился другого слушать и другого понимать, у меня с этим проблемы, там, мне статейку написать, это надо, два месяца мучиться, да, какую-нибудь короткую в пять страниц, но не все так устроят, очень многие переводчики вполне замечательно пишут, и я говорю про свои дела. Ну что ж, спасибо, что вы нашли. Короче говоря, моральный облик твой книжка не переделывает, да, если он у тебя есть, если нет, его тоже не будет, а какое-то влияние она оказывает, ну, просто ты узнаёшь что-то, да, ну, как ты уходишь на улицу, узнаешь, что надо на зелёный свет идти, а не на красный. Ну, так же и в жизни происходит. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир. Виктор Голышев, переводчик англо-американской литературы, был гостем программы. Спасибо вам, Виктор Петрович, всего доброго и до свидания. Спасибо большое, не очень внятно говорил, но не знаю. Спасибо, что вы вышли к нам в эфир. До свидания. Хорошо. Спасибо. До свидания.